Откровение Иисуса Христа Чему надлежит быть вскоре, и он показал после оное через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен, читающий и слушающий слова, пророчество сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Вторая глава с 8 стиха мы читаем. И ангелу Смирнской Церкви напиши так, говорит, первый и последний, который был мертв и все жив. Зная твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы скусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо. Слышай, да слышай, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты настроил наше ухо, чтобы Ты открыл нам Сына Твоего, Иисуса Христа. Благослови нас, благослови наши сердца. Господь, понимать Твой текст. И Духом Твоим святым Ты открывай, Ты работай в наших сердцах. Да будет собрание наше благословенно. Аминь. Можете присесть. Итак, это третья проповедь, и мы продолжаем. Сегодня будем говорить о другой церкви, о церкви Смирно. Эта церковь нагодилась в городе Смирно. Очень интересное слово, и почему Бог Духом Святым так запечатлел, что Смирно является от запаха смердить, то, что смердит, пахнет. И эта церковь, конечно, должна носить такое благоухание в этом городе, и должно нести такой характер приятности, приятных запахов. Там создавался парфюм, там духи создавались, там росли специальные цветы для того, чтобы создавать вот именно духи, благоухание было. Итак, это немножко об этом городе, и опять это город бизнеса, там, где торговля была, там, где производство было разных парфюмерий и так далее. В прошлый раз мы с вами уже говорили, кто отсутствовал в наших собраниях, можете посмотреть на YouTube, на нашем церковном сайте, можете посмотреть первую проповедь, вторую, где мы говорили о том, о чем книга Откровения. Я напомню, книга Откровения – это цель книги Откровения – открыть Иисуса Христа. Не просто открыть времена или эпохи времени, что будет, а именно открыть то, что было упущено. Я напоминал и говорил, что прошло два поколения взрослых людей по 20 лет, это 40 лет от формирования церквей, и остается, то есть в церкви или среди церквей, как епископом остается один апостол, Иоанн, который был заключен в темнице. И он является самым верным свидетелем, очевидцем самого Иисуса Христа. То есть и через 40, спустя 40 лет мы видим, что приходит определенный такой упадок духовного состояния в церквях, и кому пойти лучше к очевидцу? К Иоанну. Иоанн был заключен в темнице, вы всем это знакомы уже, все вы это знаете, и Господь открывает проблемы церквей. В чем были проблемы? Я мало хочу говорить о проблемах, это важная часть книги Откровения, говорить о проблемах церкви, но я бы хотел сказать, в чем заключалась проблема. И самая проблема была то, что Христос оказался под крышкой, то есть под закрытой крышкой, то есть Он перестал быть очевидным и видным. И вот наша цель сегодня в книге Откровения – открыть Иисуса Христа, получить откровение. И вот одна из церквей, где Христос, обращаясь к этой церкви, через ангела, через посланника человека к этой церкви, Он говорит «Напиши». И опять начинается с таких слов. Хочу, чтобы вы поняли, что проблема церкви, она строится в первом стихе. То есть, казалось бы, такие слова. У нас всего лишь четыре стиха, которые мы сегодня должны с вами изучить, рассмотреть и понять, и открыть, получить откровение Христа. Самое первое.